Продолжение следует... Ну что, все пристегнулись? Поехали! Продолжение следует... Мы снова в студии программы «Пробега» и сегодня для вас ее проведут конники, мастера, эксперты, всем нам известных, Константин Пучков и Антон Дурнопьянов. Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Владимир Матвеев. И, коллеги, первый такой вопрос вам. Четырехлетний сезон, сумасшедший сезон, много кобыл. Константин, все ли ожидания оправдались у вас? Не знаю, какие ожидания, но предвкушения от самого дорогого дерби, наверное, оправдались. Вообще, как бы вот эта категория лошадей четырехлетняя, это та категория, которая, в общем, интересна тем, что тут есть выбор. Все такое вкусненькое, что называется. И тут есть интрига, да, и глазки разбегаются, можно много кого выбрать из лошадей. Все отличные вот. Антон, а очень много кобыл. В этом году, наверное, кобылы в какой-то степени задавали ритмы. Это говорить о слабости жеребцов или все-таки сумасшедшие кобылы в этом году были? Да нет, слабости жеребцов это ни в коем случае не говорит. Ну, просто сумасшедшие кобылы. То есть, рекорд, всероссийский рекорд на 3200 был побит кобылой. Также минут 56 ехали несколько кобыл. Поэтому это за слабость жеребцов не говорит ни в коем случае. Это просто такие кобылы сильные именно в этой ставке. Ну, то есть, получается, у нас победители как бы все закономерны? Или, как вы считаете, были какие-то неожиданности в течение года? Ну, самое главное для меня была неожиданность. Это, наверное, приз памяти Вита, где две минуты приехали на Имарчей. Как бы такие секунды сумасшедшие. Там хоть и уже по земле разыгрывались, но все равно это очень резво было. Хорошо, тогда давайте переходить, точнее вспомним предыдущие наши программы, где мы выбирали лучших орловских лошадей. Также мы обсудили призовых лошадей 2-3 лет. Леон Сик, конвоир, манускрипт, призер, пауза, фэмэс, вынер ВК. И сегодня мы выберем лучшую 4-летнюю лошадь призовых пород. Жюри, кто голосовал за лучших лошадей, давайте посмотрим. Эти лица все нам известны. Разные регионы представлены, разные ипподромы. Мнение будет максимально интересно и непревзятое. Все-таки мы понимаем, что это дело непростое, выбрать лошадь, когда очень сильный состав участников. И я, честно говоря, очень рад, как вы считаете, коллеги, что я лично не голосовал и не принимал участие в выборе этих лошадей. Ну, в общем, да, тут много фамилий, много знакомых есть, много людей, которых я лично не знаю на самом деле. Но, прямо скажем, что достойная компания, и, в общем, поскольку охват большой, то можно доверять результатам этого конкурса. Но все-таки какие-то претензии остаются. Вот не повторяю, не устаю повторять про матрешку, что как ее задвинули. Ну, короче говоря, думаю, что в целом все объективно. Давайте посмотрим еще раз правила голосования, то есть лошадь, которая побеждает, получает максимально 5 баллов, далее 4,3 и до 1. То есть правила нам всем известны, правила максимально прозрачные. Ну, да, это обычная система, на самом деле, подсчеты очков. Единственное, что у меня табличка какая-то немножко ненаглядная. Я вот из этой таблички бы, я, наверное, не сразу понял, как заполнять. Потребовалось бы инструкции. Ну, так-то понятно, ставишь, что первая лошадь из списка 10 голов, эта лошадь получает 5 баллов. Ту, которую поставил на вторую, получает 4. И так далее, до пятого места, которая получает 1 очко. Сумма всех очков, по всем экспертам, составляет сумму баллов, которые за лошадь подали. Ну, а сегодня мы узнаем лучшую 4-летнюю лошадь призовых пород. Давайте посмотрим состав участников, кто принимал участие в голосовании. Первый номер Албания. Вайбер-клок, Грэмми, Даун-Андер, Дор-Миче, Андрей Вилкин. Какая-то очень интересная состав участников. Истер Дрим, Любезный Лок, Стан Пауэр, Самогон и Эрогейт. Все шикарные лошади, конечно. Ну да, есть и которые рождены и за границей, и в России. Коллеги, давайте начинать тогда с Албании. Кобыла все-таки в этом году приехала минута 56,9. Повторила всероссийский рекорд. То есть шикарно выглядела в течение, наверное, всего сезона. Но под конец немного ей стало тяжеловато. Антон, как ты считаешь? Это как было, Владимир Владимирович. В Москве мы ее видели. Да, вы правильно сказали. Конец сезона в Москве это вообще было уже 30 октября. И поэтому как бы было тяжеловато. Потому что Кобыла гастролирует. Во-первых, Саратов, Тамбов, Москва. Поэтому, в принципе, ее выступление, не сказать, что закономерно, но ожидаемо было. Константин, в Колбане высокий результат показывает с двух лет. Две-три. Двух лет, две минуты, трех лет. И минут 56,9 в Тамбове в четырехлетнем возрасте. В 2-3 года она бегала на Саратовском подроме. Мы понимаем, что там не самое резвое призовое покрытие. Неужели такого класса лошадь? Ну, получается, да. Вот я только что Антон говорил, что она невысокая такая кобылка, маленькая, шустрая. И, в общем, то впечатление, которое она произвела в Тамбове, было просто для меня ошеломляющим. Потому что там настоящие креки против нее бились. И ничего с ней сделать не могли. И прямо скажем, что это же не мастер-наездник ехал, да. А, в общем, удивительный старт в Тамбове. Надо поздравить, конечно, с этой победой. И кобылу, и наездника. Просто на меня очень большое впечатление произвела именно в Дерби в Тамбове. Антон, в Тамбове была классная езда. Потом что-то пошло не так. Ее привезли в Москву на дорогой именной приз. Против, наверное, сильнейших на тот момент лошадей. Одних сильнейших лошадей России. И что в Москве-то не получилось? Ну, я так думаю, что все-таки точно не получилось то, что уже живое достали до живого. Ну, и номер был девятый. Номер девятый это раз. Во-вторых, все-таки прием в Москве. Там 9-10 голов в шеренге. И они могут и принять, и закончить. Поэтому, как бы, очень тяжело ей было. Тем более, с девятого номера бороться. Может, по бровке было бы еще какой-то больше шансов. Ну, а имело ли смысл ее вести? Все-таки после таких, как мы видим, довольно сложных езг в Тамбове. Вы правильно сказали, Владимир. Там был очень большой призовой фонд. И поэтому владелец, я думаю, с ловоноездником посоветовался. И решили испытать удачу. Но что-то пошло не так. Нет, ну, на самом деле, как? Выиграла в дерби в шикарном стиле, да, в Тамбове. А какие предпосылки для того, чтобы... Ерогейт обыграла. Да, для того, чтобы не везти. Если бы она перед этим проиграла, вот такой какой-нибудь заездик, да? Ну, тогда подумали, везти, не везти. А тут такой шикарный заезд. Собрали самых лучших лошадей, самых резов, вернее, да? Такой пристал. И дорогие, большие деньги. Я думаю, что никаких предпосылок для того, чтобы ее не везти не было. А вот то, что как она в Москве не очень удачно выглядела, ну, не знаю. Видимо, такая кампания, более жесткая езда, видимо, сказались. Потом тактика, видимо, уже привыкла наездник, что кобыла там отвечает, а москвит вдруг не ответил. Думаю, что вышло из порядка. Но чтобы не везти, мне кажется, такого не могло быть. Показала нам Албания минут 56 и 9 на Тамбовском ипподроме. Предлагаю подключить к нашей беседе главную судью Александра Лосева. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, Албания минут 56 и 9, повтор всероссийского рекорда. Как далее? Был зарегистрирован этот рекорд или нет? Все-таки она была на первом месте. Допинг-пробу брали нет, отправили нет, получили ли результат? Да, по правилам это повторение рекорда на первом месте считается всероссийским рекордом. Поэтому допинг-пробу взяли. Но потом, как говорится, что-то пошло не так. Эта допинг-проба не вовремя прибыла в Москву и не была отправлена в лабораторию. Поэтому на данный момент рекорд не зарегистрирован. По Албании, да, все понятно. Есть у нас еще одна такая вскользь, задам вопрос, четырехлетка Бергама, который показал 1 минута 56 и 4, такие сумасшедшие секунды, на Иркутском ипподроме. Я лично видео заезда видел, не призовало, точнее такси призовало покрытие там, но все-таки пару слов про этого жеребца. Бергама от Гатитрайт-Ганновера в юго у нас выиграла приз Рангота в Москве, поэтому происхождение шикарное. И я вполне допускаю, что сложилось с виду покрытие, может быть, и кажется нам плохое, а на самом деле для лошади это было удобно, и погода великолепная. Поэтому вполне допускаю, что минут 56 и 4 Бергама приехал, и я рад за него. Но всероссийский рекорд, насколько я знаю, эти данные не подавались. Для того, чтобы всероссийский рекорд зарегистрировался, необходимо выполнить несколько условий, в том числе допинг-контроль должен был произведен быть. А в результате Бергама тоже без всероссийского рекорда. А такой вопрос. Скажите, вот мне жалуются из провинции люди, что очень мало допинг-проб. Есть ли какая-то статистика, что в этом году было больше допинг-проб или меньше? И, кстати, вот по поводу дербистов. Там у всех трех призеров брали допинг-пробу или только у Дора Мече? Есть такая статистика или нету? В этом году меньше проб брали, чем прошлый? Нет, в этом году на уровне прошлого года брали допинг-проб. В дерби брали три пробы. Вот единственное, за что я себя ругаю до сих пор, что в призе ковбоя мы взяли у первого призера, взяли у третьего, так как всероссийский рекорд, и не взяли у второго призера. А в результате у первого потом положительный допинг-проба, и у нас одним всероссийским рекордом меньше на московском подроме. А так могло быть еще один всероссийский рекорд. Но, опять же, сэкономили, потому что довольно дорогое это удовольствие, и поэтому экономим каждую пробу. К сожалению, к огромному. Но можно взять за правило, что если второй призер бьет прежний рекорд, то и у него надо брать допинг-пробу. Тогда мы подстрахуемся таким образом. Но если две лошади бьют союзный рекорд, то можно брать уже обоих. Так, на будущее. Да, на будущее принимается, на будущее я себе это уже и так пометил, но, как говорится, заднему умом мы все хороши. Да, да, да. Александр Викторович, спасибо вам за это включение. Ваши комментарии, как всегда, ценные. Коллеги, давайте дальше переходите к следующим лошадям. У нас на очередь вайбер-клок. Лошадь интересная. Два классных старта. Мы видим минут 58 и одна. Это победители приза гильдейца на ЦМИ. И второй классный старт в этом году в Ульянске. Да, там был дорогой именной приз, но все-таки с классным призовым фондом первое место стоило 350 тысяч рублей. Константин, вайбер-клок, откуда он взялся? В начале сезона мы знали про него? Ну, я хотел сказать про то, что вот две лошади, которые в 4-летнем возрасте на меня большее впечатление произвели, это именно Албания, вот которой, когда я увидел, как она в Тамбове выиграла, именно вайбер-клок. Потому что от дура мячей мы все-таки кое-чего ждали, да, как от фаворита ставки. Вот, поэтому на меня вайбер-клок очень большое впечатление произвело. И особенно, наверное, даже не приз гильдейца в Москве, а тот стиль, в котором он выиграл именно в Ульяновске. Да, в Ульяновске это обыграл самогона, о котором мы еще сегодня поговорим. Антон, приз гильдейца, мы сейчас смотрим первый гид, но я, честно говоря, в качестве фаворита перед этим заездом его не сильно видел, так можно сказать. Зря? Это лошадь... Нет, но сейчас-то за него будет тоже, можно сказать, зря. Эта лошадь классно выглядела еще трех лет. Если вы вспомните, он сбился на станции в свой полуфинал и приехал по себе там в районе двух минут. И, то есть, Владимир после этого очень жалел, потому что, говорит, ну, говорит, я ему достал за живого, и поэтому на трехлетний хватило. А вот для меня в этом призу были две лошади фаворитом. Это Федерал-клок и именно вайбер-клок. Не знаю, почему. Потому что он трехлетний вон. Да, он очень, да, хорошо. И, во-первых, он проехал аккуратно, вот, именно полуфинал. Он, сомнений не было, что он ехал именно на гильдейце. Поэтому... Да, но мы понимаем, ехал на гильдейце, все-таки в финале, там, десятки дерби, там были сумасшедшие лошади, но и в гильдейце у него были довольно-таки сильные соперники. Федерал, Лог, Зен, Эксклюзив. Ну, он на тот момент оказался сильнее, то есть, как мне кажется. А мне кажется, что вайбер-клок еще помог раскрыться такому наезднику, как Владимир Гриханов. То есть, мы до этого его как бы меньше знали, но знали, что он вместе с Денисом Николином работает в таком же хозяйстве. Не, ну, Гриханова как бы зря борется. Ну, может быть, но для меня вот как... Кто-то мне еще говорил там из девочек, что я заметил, что у него приятный баритон. То есть, по крайней мере, я увидел интервью, которое дает Владимир Гриханов. Но так как он на вайберке ездит, и вообще потом на других лошадях, для меня он как мастер, такой большой мастер, открылся именно в этом сезоне. Давайте услышим баритон Владимира Гриханова. Владимир, добрый день. Да, здравствуйте. Добрый день всем. Владимир, я посмотрел старты вайберга Лог до этого приза гильдейца в двухлетнем, в трехлетнем возрасте у него относительно немного было стартов. С чем это было связано? Аккуратно подводили? Ну, двух лет он... Как бы вообще его не трогали. Он там 2013 был рекорд, стартовал. А трех лет была проблема небольшая, копыта лопалась. Да и вот, как Антон говорит, я сам достал до живого его там, после сбоя. И он подустал, мы его сразу скинули с работы. Как бы готовили только уже на четырехлетний сезон. Владимир, такой вопрос. Ульяновск, классная победа. Да, мы понимаем, именной приз. Завтра о нем никто не вспомнит, но дорогой именной приз. И вы обиграли там самогоны. Расскажите пару слов про ту езду. Ну, там дорожка была такая рыхлая, как бы очень сильно. И повороты самогон проходил тяжело. И в последнем повороте я увидел, когда я пролез по бровке, а самогон не смог проходить первым колесом повороты. И в это время начал подмениваться. А я в это время Вайберга запустил. И он сделал бросок и отскочил от самогона. На финише он вроде подъезжал, но не успевал. Да, Владимир, шикарная езда. И потом еще вы выиграли ведь Воронежское дерби, да? Да, да. На Вайберге. А вот потом последняя езда неудачная. Ну, как бы, вот интересно это тоже. Потому что ведь нас учат больше всего неудачи. Вот что не получилось с последним заездом? Ну, он не выступал, во-первых, два месяца с лишним. Ну, я его плавно, вроде и подводили, вроде и не хотели уже писать. И вроде, ну, уговорил шефа. Говорю, давай запишем. Вообще хотелось ехать на всероссийский репорт, но он не был готов к этому. И из-за этого привстал там четверть, одну еще маленько перенадеялся, сделал 28 с большими. Но и на финише не хватило ему. Володь, а вот он два месяца не выступал. Какая причина была? Ну, и владелец говорил, что ладно, хватит на сезон, как бы не будем его гонять. На старший возраст будем готовить. Ну, а я к осени думаю, ну, пусть еще разок пробежит, как бы. Ну, и спонтанно подали. Владимир, а можно ли так сказать, что сезон в целом для Вайбера Голок получился очень удачным? Да, по которой вот эти два старта я уже озвучил, два дорогих старта в целом. Они, может быть, какого-то себе не перекрывают те неудачи, про которые, допустим, Константин спрашивал? Ну, конечно, перекрывают. Он, во-первых, заработал за этот беговой сезон миллион рублей, как бы выиграл тот приз, который мы надеялись выиграть. Ну, и дорогой приз, конечно, вот в Ульяновске удалось выиграть. А вот этот приз, про который вы говорите, надеялись выиграть, приз гильдейца, а вы так думали, что легко эта победа будет со стороны смотреться? Или все-таки думали, что соперники поборются с вами? Ну, вообще, как бы, я думал, ну, тройки их, если останусь, но это будет вообще здорово. Но первый гид сложился просто идеально. Меня и так далее отводить, как я хочу. На финише он еще ответил и свободно выиграл. Владимир, а Вайберг это ваш любимый лошадь или кто-то был еще более интересный? Ну, как бы, по коню, ну, он, как бы, таких еще не было. Посели его, я думаю, что он старше возрастом еще сильнее расстроится. Спасибо. Владимир, спасибо вам большое за комментарии. Желаю вам удачи в старшем возрасте. Коллеги, давайте ехать дальше. Следующая лошадь, которую мы должны обсудить, это самогон. Жеребец, рожденный не в России. У него отдельные, как бы, свои задачи. Константин, в этом сезоне самогон показал свои истинные силы? Или все-таки в старшем возрасте мы что-то от него нового будем ожидать? Ну, да, четырехлетка бежит здорово, я думаю, ну, конечно, со старшим возрастом бежит. К нему, конечно, претензии, так как к иномарке, чуть повыше, чем, значит, рожденному у нас в стране, но, тем не менее, он оправдал надежду на него возложено, я думаю, что это прямо относим к хорошим покупкам, очевидно, очевидно, для владельцев это подарок, я думаю, что и я для меня оправдал полностью надежду на него возложено. Антон, самогон, вот, как я уже озвучил, рожден в США. Какие у него задачи в этом году были? Да, я думаю, задачи были... По открытым призам? Конечно, открытые, дорогие призы, которые были в Тамбове, то есть, в Воронеже, на Московском подроме, ну и вот поездка в Ульяновск, хотя, наверное, скорее занести все-таки ему можно минус больше, потому что он проиграл рожденные в России лошади. На самом деле, самогон показал лучшую резвость в этом сезоне на 3200, на 259, на 2400, на 259,8, да, ну то есть, это лучшая резвость именно на дистанцию. На дистанцию, да, поэтому для четырехлетних лошадей. Возглавляет список, поэтому, ну, лошадь обращающий внимание, безусловно. Но, сами понимаете, мы, конечно, его лучшей лошади вряд ли его признают, потому как все-таки не участвовал в Дерби. То есть, чтобы его признать лучшей лошадью, он должен был выиграть все и везде, где возможно, так я понимаю, из-за того, что он рожден в США? И минут 55 приехали. А лучше 53. 53, да? Я думаю, что нет. 55 бы не хватило. Кстати, он уже правильно сказал, что его не признает лучшей лошади, он рожден за границей, но лошадь впечатляющая, очень впечатляющая. А лучше ли лошадь для Николая Матвеева? Давайте узнаем прямо сейчас. Николай, здравствуйте. Да, добрый день, студия. Николай, для вас самогон это лучшая лошадь, которая у вас была в вашей карьере? Ну, наверное, да. Ну, по разным критериям можно судить, лучше или не лучше. Наверное, по каким-то революционным показателям, по потенциалу на данный момент, да, это лучшая лошадь, которая у меня была. Какие задачи на сезон ставили? Вот, давайте сразу в лоб. Неудобная, точнее, может быть, какая-то правда, неудачная езда была в Ульяновске. Что там не получилось? Ну, если говорить про Ульяновск, то, конечно, везли его туда за победой и, ну, проиграли. Ну, не получилось. Дорожка немножко такая рыхловатоя была. Повороты, может быть, не совсем идеальные на тот момент были. Жеребец тяжелый достаточно, поэтому повороты проходил, скажем так, отвратительно просто там. На прямых все было хорошо и при входах в поворот было явно видно, что лошади отделялись все равно от него. Тяжело, тяжело было проходить повороты, проходил вторым колесом. У Вова Жеребец полегче такой, вот он более заточенный на такие дела, видимо. И он по бровочке проскочил, убежал в повороте просто. Я потом вроде на финиш кинулся, финишная прямая короткая и не достал. Ну, достойному сопернику проиграл, то есть там плохих лошадей не было, скажем так. Ну, и Жеребец еще на тот момент, это начало сезона было, он такой совсем еще тяжелый был. Сейчас он немножко другой, я думаю, что сейчас он уже даже по тем поворотам немножко по-другому пойдет. То есть эта лошадь, скажем так, начала работать только в трехлетнем возрасте и то не в начале сезона. Поэтому он так долго-долго подходит, он очень крупный Жеребец, тяжелый такой. Поэтому вот сейчас, сейчас он в таком хорошем порядке, в конце сезона он был в хорошем порядке очень, и я надеюсь, что на старший возраст он должен выйти и еще добавить. То есть потенциал еще есть, до дна не достал. Николай, вопрос есть. Вот на финише самой резвой лошади самогон очень хорошо подъезжал к Даунандеру, но далековато сидели по дистанции. Что случилось? Почему так далеко вы были? Хотя вроде хорошую стартовую номер. Да, да, но сам прием старта был на самом деле отвратительным. Там наша лошадь была рядом со мной, но получилось так, что она подкнулась в машину и Жеребец у Сергея начал прыгать влево-вправо уже когда сбился. Мне просто некуда было подъехать. То есть получилось так, что, грубо говоря, много лошадей было подано наших в заезд, и все были хорошо готовы. Ну, вот так получилось, что немножко одна из наших лошадей немножко помешала мне со старта. И поэтому была занята очень плохая позиция после старта. я оказался в коробке со всех сторон. То есть там лошади ехали четыре колеса, о чем я на самом деле даже и не подумал, ну, я не думал, что так поедет. Я думал, что спрячешься все там по спинам и будем хотя бы в две, в три шеренги максимум ехать. Зуб-четыре колеса, Албания четвертым колесом, и я был зажат, то есть там со всех сторон. Я вроде и на себя уже на той прямой пытался вправо вылезти, чтобы, ну, подъехать поближе. Но по такому пейсу при езде в минуту 58, скажем так, да, под той дорожки, это уже осень, поздно, ну, наверное, это было чревато там брать на себя и вырули там еще в пятые колеса. Я не знаю, чем бы это все могло закончиться. Поэтому принял решение просто сидеть и ждать, когда откроется какая-то дырка. Но она так и не открылась и пришлось уже в повороте там накручивать пятыми колесами. И, конечно, классный финишный бросок. Жеребец был готов хорошо. Потому что жалко, жалко, я очень расстроился. Я, конечно, планировал побороться. И, судя по жеребцу и по езде, я потом много раз пересматривал этот заезд. Конечно, был бы я ближе, было бы поинтереснее. Я не говорю, что я бы его обыграл, потому что лошадь классная тоже. Но было бы поинтереснее. Николай, Николай, огромное вам спасибо за этот комментарий. Желаю вам, самогону, новых побед уже в старшем возрасте. Коллеги, едем дальше. Следующий кобыло Дор Миче сумасшедшего класса кобыла. Но, Константин, как мы с вами в начале года обсуждали, вы говорили инсайдерская информация, что есть у этой кобылы проблемки. И они, эти проблемки были и в трехлетнем возрасте, она вторую часть сезона пропустила. Оправдало ваше ожидание? Смотрите, вот сезон как начинался, первый приз выиграли Апогей, потом Неймар Чея, потом Васаби Лок и так далее. И как бы не было фаворита единого. И потом вдруг, начиная с мая месяца, бразды правления забирает Дора Миче, выигрывает два традиционных приза и выходит на дерби. Откровенно говоря, в дерби я уже симпатизировал этой кобыле, потому что мне казалось, что она заслужена. Еще вот, всегда ведь, кто немножко заболел, его немножко жалко, да, и вот мне было жалко, что, ну, было видно, что у кобылы какие-то проблемы, и об этом даже Андрей Вилкин рассказывал, что, значит, они там успешно борются с этой проблемой. Ну, борются то успешно, но новую, как бы, ногу не приделаешь, как на машине, да, колесо не поменяешь. Антон, в дерби первый гид, что не получилось у Дора Миче? Это была какая-то мини-сенсация? Что, Эрогейт обрал ты? Да. Ну, лично для меня, да, никто не ожидал. Я считал соперником только, ну, двух лошадей. Это Макс Контапт или Убезный Лок. Я не думал, что Эрогейт сможет там побороться с ней, но он на финише просто. Мне кажется, что Дора Ме просто выполнила свою работу, она задавила ту лошадь, которая была слева от нее, и просто успокоилась. А, наверное, просто не думал никто, что Николай на Эрогейте сможет такой бросок сделать. На самом деле, Эрогейт... Причем не бывает, а смотрите, где выезжает. И Андрей Вилкин уже привык на финишную прямую оборачивается, то есть он понял, что его кобылка немного подзаряла финишем. Может быть, и так. Константин, ну, дело в том, что Эрогейт был до этого момента беспроигрышной лошади, если мне память не изменяет. Поэтому... Ну, не до Римиджа. Ну, правильно, что... Ну, он никому не проигрывал. 56 до этого и уехал. Да, ну, конечно, это была неожиданность, что Эрогейт выиграл этот первый гид, но для меня не полная неожиданность, прямо скажем, потому что мне нравятся лошади, которые не проигрывают, у них всегда есть какой-то запасец, очевидно. Кишок не достает, когда ты выигрываешь. Поэтому интрига, интрига возникла, большая интрига после первого гида, ну, а после второго гида еще большая интрига была. Ну, отличная реверка. Нет, ну, после первого гида давайте обсудим, Антон, что делать наезднику фаворита лошади, когда ты первый гид проигрываешь? Руки не трясутся в таких моментах? Да, наверное, трясутся. Я думаю, что немножко... Непростая ситуация. Конечно, непростая ситуация. Ты едешь на фаворите всероссийской рекордистской минут 56 уже в этом сезоне, проигрываешь. Ну, я думаю, что Андрей очень опытный мастер, и поэтому, как бы, руки у него не тряслись, и поэтому он спокойно своя задача выиграл второй и третий гид дерби. Давайте посмотрим второй гид, как эти лошади преодолели. Все-таки, Константин, второй гид. Андрей Дилкин по-другому проехал, или, может быть, Эрагей-то много сил оставил в первом гиде? Ну, Андрей чем хорош? Что это человек, который уверен в своей правоте, то, что он все делает правильно, я думаю, это добавляет... Другая немного езда, да? Он объяснил первый гид. Во втором гиде было. Десятый номер, десятый неудачный номер, тут номер другой. Видите, пятый номер и другая езда. Эрагей-то на финише тяжеловато во втором гиде выглядел. Да, почему-то... Любезный. Вот он, любезный, тоже такой, как бы, тенево фаворит в какой-то степени, да? Ну, казалось бы, час сорок прошел, да? А уже совершенно, как бы, другой заезд. То есть свежести у Эрагей-то нет почему-то в втором гиде не оказалось. А у Дормина была больше свежая. А у Дормина была больше свежая. А еще ведь третий гид должен был представить. Да, да, да. А в третьем у Эрагей-то опять появились силы, да? В общем, так интересны, конечно, такие метаморфозы, которые с людьми проходили через каждый час сорок минут. Но шикарное дерби. Но то, что Дорми выиграло его, я думаю, что заслужено. Давайте посмотрим еще раз финишную прямую. Антон как-то отмечал. Другая езда, да? По сравнению с первым гидом. Первый гид там Дорми покрутила поворот от третьего леса. А здесь она по бровке. Расскажите нам вот изнутри, как наездник рассчитывает силу лошади? Ну, ты понимаешь, на что лошадь готова, тем более здесь из-за езды. Я понимаю, зрители наши не все понимают. Но езду ты складываешь уже под себя. То есть здесь тебе приходилось давить. Ты понимал, что если там не будешь давить лошадь, она может ответить на финиш. Андрей просто откровенно задавил Макс Контраба. А здесь уже второй гид, хотя Борн Туфлай не давал у Дорми спокойной жизни. Она тоже подавлял, так как она сканюшенца, Эрогейт. Давайте посмотрим таблицу после двух гидов, как Эрогейт 7 и Дорми Че выступили. То есть первый гид Дорми Че минут 58,5. Эрогейт 58 ровно выиграл. Второй гид Дорми Че 58 ровно. Эрогейт на финише 58,8 показал. Все решал третий гид, да, получается? Ну там, да, я помню, мы видели репортаж, там была такая уникальная ситуация, что возможно была дележка там по сумме резвости. Давайте как раз его посмотрим. Это третий гид, это интересный. Были очень интересные варианты расклада по гиду, но там было очевидно, что надо побеждать. Ну, то есть у нас в Дерби это такое, приз стоит особняком, которым не нужно показывать до определенного момента резвость, нужно просто занять максимально высокое место. как раз вот третий гид Дорми Че да, финишем ей становится немного тяжеловато, на нее наезжают лошади, но она впереди. Ну, Константин, это что, как солдат лошадь? Ну класс, для меня, конечно, удивление, что лошадь, которая не вполне здоровая, выигрывает Дерби. Ну, на финише-то она выглядела нормально. Да, и болел за нее, но тем не менее. Здоровой лошадью. И опять на награждение после какого-то приза, я помню, прям была видна хромота. Мемориал Касименко. Да, раньше Касименко. Мы это видели. И такая же ситуация случилась и после Дерби. Вот было видно, что кобыла просто уже началась. Она отдала все свои силы. И отдать должное лошадь просто сердце. Она выдержала три гидта. Ни один жеребец не выдержал три гидта, если вы обратите внимание. Вот Андрей Вилкин сказал, да, в том-то дело. Андрей Вилкин сказал про эту лошадь, она солдат. Вот. То есть больно-не больно. Есть такие лошади, когда вот больно-не больно все равно бегут вперед а некоторые наоборот останавливаться начинают и все, ничего ты с ними не сделаешь. А вот Дор-Эми полная противоположность. Тогда посмотрите итоговую таблицу приза Дерби. Дерби для Андрея Вилкина получается стал уже четвертым в его карьере Дор-Миче. Три гидта пришлось пробежать так же, как и Рагету и Любезному Лок. Про Любезному мы еще сегодня поговорим. Но стоит отметить, что, наверное, давно такого конкурентного Дерби мы не видели. Точнее, не часто мы видим такой конкурентный Дерби, Константин. Ну, я говорил же по поводу Дерби, меня кто-то спрашивал, какое Дерби. И все-таки то Дерби с Флодаром для меня больше впечатлений произвело, потому что запомнилось, уж больно там два файл-старта, падение Ярослава Логвина. Такое было шикарное Дерби. И тоже болел за Ирину. Флодар, очень симпатичная лошадь. Поэтому, но это Дерби как бы вот для меня строго второе, наверное. Строго второе по интриге. Ну, а шикарное Дерби все равно. Потому что было интересно всем до самого конца, до третьего Дита. Я думаю, что отличный Дерби. Антон, такой вопрос с подвохом. Три Дита Дерби нужны ли они нам? Или дистанцию увеличить? Нет, вот яркое доказательство. Это Дерби с Лодаром, с рекордной резвостью Дерби. А если дистанцию увеличить? Это будет другое. Это уже не будет Дерби. Это уже не... Ну, по моему понятию... То же приз Америки ошибок не прощает, заскакал, все, домой. Это приз Америки. Они бегают так всю свою жизнь. А в России, ну, было Дерби три Дита, но зачем его менять? Эмоции будут совсем другие. Это российская традиция. Я видел, что с вторым Гитом минуты 54 едут. Мне жалко Дормиче вот три Гита за ним наблюдать. А вот так бы было 2400? Я вообще бы три отдельных заезда посмотрел с ней за такие же призовые. Нет, ну, а вот так было бы 2400 и ножка бы у него не выдержала. Не хватило бы дистанции 2400. Не факт, там тише бы поехали. Ну, кто вам сказал? Там есть лошади с одной конюшней, они бы тихо не давали Дорме везти. А сесть в спину, наоборот, к лошади с одной конюшней, это можно приехать в коробке тихо и не выиграть дерби. Поэтому, как бы, я за то, чтобы три Гита остались. Хорошо, эту дискуссию мы оставляем. Дальше переходим... У нас тут уже двое. Дальше переходим к любезному Локу. Как Раиль Габирашитов сам отмечал, перед этим четырехлетним сезоном в моей конюшне я рассчитывал на большую, в какой-то степени на других лошадей. Но лично для меня любезный Локу очень приятно раскрылся. Вот эта классная езда его в Казани, где он обыграл форварда. Форварда Лока, победитель, уже, как бы, победителя приза элиты в Москве, которое было плюс-минус где-то месяц назад, ну, недели три назад, до этого старта. Антон, удел любезный Локу в Казани? Ну, как бы, то, что он приехал в такие секунды, да, то, что форвард проиграл, наверное, нет, потому что форвард сбегал здесь два Гита, в Москве на элиту два Гита, в Воронеже пробежал, и через три недели он поехал в Казань в очень жесткая езда, там, серьезно, они зарубились с мистером Кредо. Ну, а то, что любезный смог вот отсидеться и отвернуть, это, конечно, было очень даже неожиданно. Вот финишная прямая, Константин, обратите внимание на эмоции Раиля Габдрашитова. Это, наверное, из той серии победа, в которую ты, может быть, в какой-то степени мало веришь, ну, точно, реалист все-таки, наездники реалисты, но она, как бы, приятно удивляет наездника. Ну, вот по поводу любезного, какая-то... Смотрите, где он, как далеко. Финишная прямая Казани, это плюс... 400 метров. Это плюс или минус? Для него, получается, плюс, если бы была бы немножко покороче прямая, то, возможно, он, скорее всего, не успел их проехать. А здесь вот за счет того, что там больше 400 метров прямая, поэтому вот результат. Любезный Лог, если мы вспомним, то он выиграл в конце сезона, да, два традиционных призра. Да, но это в конце сезона, в начале-то вы про него мало говорили. Ну, вот если опять говорить про весь сезон, да, в начале менялись лидеры, да, начиная с Апогеи и так далее, в Асаби, других жребцов, там, Кобылы, Истер Дрим выигрывала, призы Кобыли выигрывала, то в конце сезона уже выявилось, как бы, четырех, с уходом до Ромича, выявилось лучшее четырех летчика, как бы, получилось любезный Лог. По нему у меня вот такая, как это, недосказанность, что ли, мне кажется, что он в лучший свой порядок пришел не во время дерби, а чуть позже, любезный Лог. И вот его оптимальный порядок как бы уже, наверное, в Ульяновске. Антон, а можно сказать, что лучший порядок мы у любезного, вот я считаю, лично увидим, может быть, в какой-то степени в старшем возрасте, потому что в два-три года он выглядел неплохим, но он никогда не смотрелся лучшим, а вот как раз в четырехлетнем сезоне начал подъезжать к лучшим и про старший возраст, как ты считаешь? Я думаю, что на следующий год, ну, в этот сезон это будет, может быть, не главная звезда, так скажем, но он не даст спокойной жизни лошадям, то есть более старшего возраста. Это, наверное, одна из лучших четырехлеток, которая становится, а может быть, даже лучшая четырехлетка, которая становится, ну, переходит в старший возраст. Вот он, приз «Золотая осень» в Москве. Уже дистанция удлинена, это, как получается, уже такая середина осени, и все-таки, как, Константин, вы отмечали, любезный подошел именно к концу года, да? Да, у меня такое ощущение, что вот, если бы он в такой порядок пришел бы к дебби, и, наверное, у него там чуть было больше шансов, хотя шикарное место занял, да, третий он там остался в дерби, и вот все-таки вдруг он поехал, поехал, здорово поехал, вот уже чуть позже. Антон, вообще, когда есть у наездника на конючне много четырехлеток, очень много сильных четырехлеток, это для наездника плюс или минус то, что надо разорваться? Да нет, для наездника, я думаю, что плюс, потому что ты можешь кого-то, кому-то удобнее бегать летом, там, допустим, по земляной дорожке, кто-то удобнее по снегу бегает, поэтому для наездника очень большой плюс, но у тебя есть выбор, и ты примерно понимаешь, кто на что годится, то есть вот, как Владимир сказал, Гриханов, ну, сейчас выступление, что он готовил, им готовили жреца именно на гильдейце, а так вот, если у тебя есть такой любезный вайбер, вот, пожалуйста, один на гильдейце, второй на дерби, то есть очень удобно, для наездника, мне кажется, очень удобно. Ну, правда, помните, Раид говорил, что все-таки фаворитом, наверное, они считали другую лошадь, да, на четырехлетней сезон? не, лично Раиля Габдрашитов в этой студии рассказывал в программе «Эхо», что он больше надежд возлагает на Питер Пен-Лок, но, конечно, любезного он не выкидывался из счетов. Коллеги, давайте доехать дальше, следующая лошадь «Эрогейт-7», которая заняла, как мы уже сегодня говорили, неожиданно второе место в большом всероссийском приз-дерби, и, наверное, главной его стартой был, наверное, первый гид в дерби, да, как Антон уже обсуждали, он приятно удивил, может, в какой-то степени он и Андрея Вилкина удивил, что всех он, всех, ну, всех остальных лошадей силу он понимал, а «Эрогейт-1», наверное, недооценил в какой-то степени? Ну, если мне память не изменяет, вообще он свою карьеру-то начинал у Андрея Вилкина, «Эрогейт-7», если я ничего не путаю, но у него какие-то были проблемы, и поэтому его, по-моему, отправили в Тамбов, и он же особо-то нигде не светился до, да, он был беспроекший в Тамбове, в Воронеже, но в Москве он не бегал, поэтому, как бы, я думаю, что Андрей тоже был удивлен со знаком минус, что «Эрогейт» смог его обыграть. А давайте как раз этот момент тоже еще обсудим, спросим у Николая Матвеева. Николай, вы на связи? Пока, Николая нету на связи, давайте тогда еще пообсуждаем о «Эрогейте». Все-таки дерби было сумасшедше, как Константин отмечал. Как вы считаете, Константин, дальше «Эрогейт» по сезону выглядел достойно или немножко на убыль пошел? Все-таки проиграл Албании в Тамбове, в Тамбовском дерби. Да, минуты 56,9 такие же секунды приехал, но на втором месте. Я помню, что спросил Сергея, отца Николая, мне бы хотелось, чтобы он в дерби поехал на «Эрогейте». Но он сказал, что, во-первых, «Борн Туфлай» сложная кобыла. Очень сложная. Да, не хочется, чтобы там кто-то на ней другой мучился, она такая, мне нужен подход. И, кроме всего прочего, он сказал, что Николай не напортит. И третье, самое главное, что победе Николая в дерби, он будет рад больше, чем своей победе. Был бы рад. Поэтому на «Эрогейте» были, конечно, надежды на дерби. И, в общем, прямо скажем, что про первый гид точно можно сказать, что не напортил ничего Николая, выиграл отлично. А вот что касается третьего гида, то, возможно, какая-то тактическая ошибка все-таки была со стороны Николая. А давайте у Николая как раз и узнаем. Если он на месте. Николай, вы нас слышите? Да, я вас слышу прекрасно. Николай, про «Эрогейте-7» начнем мы сначала с первого гида приза дерби. Как мы вот с коллегами отмечали, возможно ли, Андрей Вилки немного недооценил вас именно в первом гите? Ваша лошадь? Ну, наверное. Даже не знаю. Я на этой лошади вообще не ездил на «Эрогейте». Наверное, я даже немножко не ожидал от него такое, честно скажу. Но Сергей Николаевич отец мой очень опытный тренер. Он сказал мне, что нужно делать. Я постарался сделать все так, как он мне сказал. Ну и действительно, результат оказался в первом гиту потрясающий. А хорошо. А в третьем гите что не получилось? Или он после двух гитов «Эрогейт» подустал? Объясните ситуацию. Да нет, он в третьем гиту на самом деле неплохо смотрелся. Второй гит был какой-то не очень внятный такой, скажем так. Ну, я не очень понял по нему, в каком он порядке. А третий гит он хорошо себя чувствовал и все. Ну, немножко не сложилось. Я думал, что езда будет там одна. В итоге получилось немножко по-другому. План был хороший, но он не сработал, потому что мешалась там, скажем так, еще одна лошадь, которая в итоге водила с дурами. И я оказался не в первой спине, а во второй, вторыми колесами. Ну, Николай, объясните, обратите внимание, что не получилось именно? Какая лошадь мешалась вашими глазами изнутри? Расскажите нам ситуацию. Ну, как мешалась? Тут никто не мешается. Тут каждый выполняет свою задачу, каждый хочет выиграть. Ну, просто я не думал, что Раиль даст Марине перехватить. Я думал, что Раиль тоже мог выиграть это дерби. Ну, Раиль мог выиграть это дерби. И он мог выиграть это дерби, только побив секунды. Ему нужно было выиграть и показать высокий результат по секундам, скажем так. Первый гид, у него жеребец отдохнул, прогулялся, он не бежал. Наши, что Дор и Миш, что Рагей, бились оба гида. И понятно было, что, наверное, физически они были все равно слабее его жеребца. Я думал, что он просто поедет, ну, скажем так, на нашем сленге душить Дор и Миш. И не даст просто ей курить. И будет бить секунды, да, свою задачу выполнять. Поэтому я принял решение сесть ему в спину и думал, что он просто протянет меня, задушит таким образом Дор и Миш, и финишем я вырулю. Ну, как бы, мое, мое, значит, нет. Вот план был такой. Ну, получилось так, что он взял на себя и пропустил Марину. Ну, я был просто удивлен на самом деле немножко. И тогда уже, в этот момент уже весь план порушился, и я уже просто не знал, что дальше делать. Потом еще справа прикрыл Женя меня и там уже выруливать еще третий колес уже не было смысла. Плюс у жеребца все равно и проблемы есть. Сергей Николаевич, мне вообще, в принципе, основная задача была, конечно, попробовать выиграть дерби. Ну, и он меня очень просил, Коля, сохрани жеребца, потому что на старший возраст жеребец будет классно. Николай, сохрани жеребца, три гиты. Сохрани жеребца. Можно сказать, что Эрогейт в какой-то степени как зажигалка хорош вот именно на одну езду и там в длину и может быть ему второй, третий гит сложнее уже бежать? Да нет, я не скажу, что он зажигалка. Сергей Николаевич, мы почему и не видели этого жеребца вообще по сезону. Он не так часто выступал, у него есть проблемы с передней ногой, это я думаю, все уже знают, вся Россия об этом знает. Поэтому он очень аккуратно его подводил именно к этому призу и он физически был готов. Он и на три гита был готов физически. Но мы сами знаем, как и у любого спортсмена, как и у человека, если что-то побаливает, в тот момент, когда он начинает болеть, конечно, мы не можем показывать максимальный результат. Поэтому, может быть, и второй гит вот так сложился, все равно оно болит. С каждым гитом он становился хуже и хуже, эта нога. Шахрани жеребца, это как бы, ну, он так сказал, можно проехать по-разному, да, можно вырулить третьи колеса и поливать, сколько там сил есть, это одно. А можно постараться где-то сидеть и не делать там по 27 четвертях, хотя и рогейт может это сделать. Николай. Спасибо за это включение, вот с удовольствием послушал ваши комментарии про ваших лошадей и желаю вам удачи уже в старшем возрасте не только самогон, но и с рогейтом, если вы на нем, конечно, будете выступать. Коллеги, давайте посмотрим самых богатых лошадей в четырехлетнем возрасте у призовых пород. Все-таки выигрыш Дормичи миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Господи, много ли это? Смотря на что хотите купить на эти деньги. Если хотите самолет, то, наверное, не хватит. Ну, короче говоря, это очень приличные деньги, выигранные лошадью. Если это самые большие деньги, которые я уиграл четырехлетний, конечно, можно допускаться таким отрывом от остальной компании. Думаю, что дерби было дорогое, и поэтому вот такая призовая сумма набежала для Дора Мичи. Давайте посмотрим таблицу по итогам голосования жюри с четвертое по десятое место. Все-таки, наверное, тоже интересно, кто занял четвертое и дали места. Очень сильный у нас состав участников именно в четырехлетнем возрасте. 525 баллов было всего разыграно, то есть эти баллы распределятся по этим десятерым лошадям. И четвертое место занял самогон. Антон, самогон достоин четвертого места? Или вы что, Антон? Достоин, может быть, на то, что Вайберг занял седьмое, вот это... Вайберг низковато, да, наверное? Да, конечно, низковато, но это всероссийский кардис, победитель приза гибрида, по сумме выигрыша третья лошадь, вторая, если самогон убрать, дожденного за границей, вторая лошадь по сумме выигрыша и быть только седьмым, это как-то странно для меня. Хорошо, кто-то, тройка, какая твоя? Дореми, Вайберг, распределили в первое по десятое место, кто стал чемпионом. Дореми Че набирает 169 баллов, это абсолютно понятно, закономерно, любезный лог 96 и Р-9-7 61. Самогон рядышком, Албания, Донандер, да, Вайберг, наверное, низковато, коллеги? Низковато, Ну, в общем, отрыв-то большой, да, приличный. 169 баллов, помнится, Антон, ты считал, что где-то, значит, недоброват, да? 5 на 35, 175, это означает, что кто-то не поставил ее на первое место, ну, довольно удивительно, да? Но лучшая лошадь в Ормиче здесь не обсуждается, давайте еще раз посмотрим на эту красавицу-солдата. Будет рожать солдат, наверное, тоже. Мы поздравляем с этой победы мастер на языке Андрея Вилкина, Виталия Челова и всех причастных. И давайте, кстати говоря, подключим Андрея Вилкина к нашей беседе. Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, еще раз вас поздравляю. знаю, что непростой путь был у Дор-Миче вот к этому призу дерби, вообще к статусу лучшей лошади 4-х лет призовых пород. Начиная, наверное, с начала 3-х летнего возраста пошло в какой-то степени не так, как вы планировали. Расскажите, как это было изнутри? Ну, на самом деле, лошадь была очень замечательной и после того, как она стала победительницей всех традиционных призов в 2-х летнем возрасте, надежды уже возлагались на нее довольно-таки, скажем так, высокие. Ну, в 3-х летнем возрасте произошло то, что произошло. У нас была смена грунта на призовой дорожке. Вот. А как я всегда говорю, и уверен в своих словах, что классная лошадь травмируется намного, как бы, скажем так, рейс-травм у нее намного выше, чем у средней лошади и низкоклассной. Вот. Андрей, а была уверенность в победе перед дерби, как бы, или считали, что все сделано правильно и как будет, так и будет? Какое чувство, какое внутреннее чувство было, интересно? Знаете, чувство было такое, что лошадь готова, что лошадь готова, единственный, как бы, червячок такой, как бы, там настощил в плане того, что как она три гиты выдержит вообще, как бы, ну, с такими травмами, которые она перенесла ровно год назад. Вот. А что-то перед третьим гитом, перед третьим гитом что-нибудь такое там делали, ставили что-нибудь или просто отдыхала лошадка? Она отдыхала, ее помыли, пошагали, попоили, вот. Как бы, еще больше ничего не было, там же делать ничего нельзя, у нас любые даже глины, с ментовым у нас это допил, поэтому. Ну, да. Просто, просто лошадь помыли, как бы, еще раз охладили ее, вот, и готовился к третьим гитом. Конечно, волновался в плане того, что, вот, я спрашивал конику, как себя чувствует, ничего, ну, коник у нее опытнейший был, вот, общий, Иславил Хидром, за что ему спасибо огромное, вот, все было сделано так, как надо. Андрей, про дерби мы поняли, такой вопрос, перед дерби, когда предшествовал, вы начали эксплуатировать двормяче, наверное, в начале 4-х летнего возраста, еще было зимнее призов покрытия, и она, может, в какой-то степени, не сразу начала показать те секунды, которые мы от нее ждали, она не сразу начала побеждать, и было ли у вас опасение в целом, что нужно, с одной стороны, двормяче подвести в хорошем состоянии физическом к дерби, а в другой степени, что, возможно, риск рецидива травмы? Ну, конечно, риск, как говорится, всегда присутствует, после того, как всегда травмированную лошадь, ее уже, сейчас, больше беречь, больше беречь, готовить в сидячем режиме, поэтому весна была такая, скажем так, в развалочку, для дурими, если говорить простым языком, вот, то есть, лошадь подводилась, как бы, к основным призам, к самым призам, конечно, к дерби, вот, а что касается и жестких ест, с рекордными секундами для нее, вот, ну, извините, как бы, лучше должна стартовать, побывать в хорошем боях, потому что, если не иметь хорошей подготовки, я считаю, как тренинг, что в дерби сделать нечего. Андрей, огромное вам спасибо за это включение, как всегда, ваши комментарии нам очень интересны и важны. Коллеги, давайте посмотрим суперфинал, с кем Дормиче будет бороться, который мы, финалисты, выбрали в прошлых программах, если мы говорим про двухлетний возраст, шикарная пауза, трехлетний возраст, шикарная, не менее фэмэс в УНРВК, четырехлетний возраст, Дормиче. Все логично, кстати? Да, 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 не вызывает сомнений, но хотя вот видим, что четырехлеток у нас конкуренция была повыше и там много шикарных лошадей, что называется, ну, Дормик по праву. Коллеги, мы закончили первую часть программы, дорогие друзья, во второй части нас ждут традиционные призы, прошедшие на Центральном Московском патруме уже в новом 2023 году, поэтому далеко не уходите. Мы возвращаемся в студию программы «Пробегай», сейчас мы обсудим несколько традиционных призов, прошедших уже в новом 2023 году. Константин, пару слов про призовое покрытие. Какое оно, как бы, достойное или все-таки хотелось бы, может быть, лед? Ну, знаете, что, тут же была такая ситуация забавная, что лед сам образовался, да, не надо было ничего заливать, какие-то такие дни были, отчипели, короче говоря, выезжаешь на дорожку, а там чистый, чистый лед. Думаю, вот, пожалуйста, хотели, уговорили, будет снежное покрытие, получили чистый лед. Все, лед кончился, теперь другие погодные условия, теперь, значит, немножко рыхлое снега в последнее воскресенье, дорожка была абсолютно нерезовая, потеплела, поэтому я-то всегда был за лед, потому что мне нравилась эта звонкость, это цок от копыт, и хорошие секунды. Ну, с одной стороны, это, в какой степени опасно, может быть, лед? Опасно, ну, скажите, кто убился в последнее время? Никто. Даже я помню, Саша Прессер, когда у него лошадь расковалась, его лошадь чуть в сок не въехала, и то обошлось. Короче говоря, я за лед, но, видимо, это уже вопрос отдаленного будущего, что там будет, лед или снег. Как раз давайте посмотрим первый заезд, который мы отобрали во второй части программы, мемориал Кудешова для орловских лошадей четырех лет. Антон, семь голов, точнее, семь кобыл бегут и четыре жеребца. Это что, у нас такие сильные кобылы в массе своей? Их больше просто? Нет, ну, мы же разговаривали уже когда выбирали лучшую трехлетку сезона, то, что кобылы, намного больше кобыл. То есть жеребцов там один, два, и все, ну, там три, не будем кого-то, может быть, кого-нибудь я забыл, а основная масса кобылы. Поэтому здесь... А жилец? Новая лошадь для нас? Жилец вообще, ну, не то, что новая, жанриста. Не то, что новая, а непонятная для нас лошадь. То есть он выступил там один раз, две тринадцать, да, Андрей на нем легко выиграл. И непонятно после этой езды, да? Да, две восемь, со второй шеренги, так, ну, там, конечно, была немножко аварийная ситуация, но все равно, очень удивительная лошадь, и я думаю, что в эти выходные на приезд Пермского склонного завода это один из главных фаворитов. Вот что было, Андрей-то надо спрашивать, что он жильца снял второй гид? Да, интересно, да, он мне сказал, честно, сказал, что лошадь пришла вот только недавно, хотелось бы его поберечь, потому что, говорит, весь этот сезон еще впереди. А, впереди, понятно. То есть, никакой травмы? Нет, 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 он сказал, что я ему очень доволен, и поэтому, говорит, я готов сниму. Можно ли сказать, что после этого одного гидта, Кулешова, мы так до конца и не поняли, что это за лошадь? Где там дно? Мы не поняли. Я же говорю, он принимался второй шеренги. Что бы было, если бы он принимался первой шеренги? То есть, это, наверное, на данный момент одна из самых непонятных лошадей на ипподроме, именно четырех лет Орловской породы. А в этом заезде я принимал участие на Куркуме ВС мастер наездик Тимбербулат Тунгатаров. Есть парочку вопросов, непростых к Тимбербулату, и он сейчас у нас на связи, давайте у него узнаем. Тимбербулат, как слышите? Похоже, не слышал. Тимбербулат пока у нас не на связи, но, Антон, ты этот момент видел, первый гид, третий четверти, на третий четверти, получается, Куркума ВС, Константин, вы, наверное, отмечали, Куркума ВС водила, сбилась после переезда, Тимбербулат Тунгатаров взял правее, там была, вторым колесом ехала гастроль Вячеслава Сучкова, и в какой-то степени была или не была там помеха? Нет, была. Вот этот момент, давайте его как раз посмотрим. чрезвычайно помеха была, потому что гастроль просто воткнула, вот этот момент, смотрите. Вот, скачет Куркума ВС, и гастроль находится справа. Гастроль, короткий сбой, ну, шикарная лошадь, гастроль, она поставила, поставила Вячеслав, и еще сумел сделать бросок на финишной прямой. Да, после... Ну, и нарушение, да, мне кажется, такое. Антон, после вот этого момента, когда вот твоя лошадь вроде как ездит впереди, допускает короткий сбой, оттягивается назад, и на финише подъезжает к лидерам, перед вторым гидом, какие были мысли, что побьет секунды первый гид а гастроль? Она, если бы не было бы сбоя, там, ну, сейчас говорить нельзя. Она, скорее всего, и первый гид. Она выиграла бы первый гид, и второго гида, возможно, бы просто не было для нее именно. Потому что она там выиграла штучек семь, шесть с большими долями, ей бы хватило для победы. Ну, а здесь пришлось ехать второй гид, причем секунды-то сумасшедший, две пять, с места до места, тридцать третья четверть, как бы... Ну, она, кобыла классная, но у нее тоже есть проблемки, поэтому она очень редко и бегает. Все об этом прекрасно знают. Мы с вами отмечали гастроли, если не ошибаюсь, мы выбрали лучшую лошадь двухлетней версии, орловской породы. И второй гид, она, куришову, принимала с восьмого крайне полевого номера. Тут либо вперед всех перехватывать, да, либо ловить спину. То есть, какой непростой номер был из приема. Да, я помню, что у Вячеслава была лошадь на год старше, такая более сумасшедшая модель, да, это все-таки более адекватно, и не зря мы ее признали вот лучшей двухлеточкой. Теперь прошло полтора года, и она, так можно сказать, небольшой аванс оправдывать начинает. Просто замечательная езда, я скажу, от Вячеслава, такая уверенная, и опять тоже, если мы не понимаем, на что же лес готов, то, думаю, даже и для кобылы еще, у меня такое ощущение, что это непредельные были секунды. Ну, как бы от Вячеслава Сучкова мы до этого такие езды видели, от других лошадей, но весь сезон впереди. Антон, как ты отметил, дорожка призовая, она не самая реза была в этот день, снежная, но при этом вторые полтрубы были сумасшедшие. Наоборот, в этот день, кстати, очень хорошая дорожка была, еще лед был, снег-то лег только на эти выходные уже, когда он выпал, а так дорожка вот именно, что хорошая, ну, более-менее. Плотная была, да. Плотная дорожка была, в этот раз очень рыхлая была, а в тот момент была очень плотная дорожка. То есть, получается, от нас летний сезон как бы еще довольно-таки далеко, мы не знаем, где будут главные традиционные призы для Орловца. То есть, сейчас рано еще загадывать, Константин, вообще, в принципе, о гастроле, как бы, о том, что она фаворит именно в летнем сезоне. Нет, нет, она подала весомую заявку, прямо скажем, что очень весомая заявка, в такие секунды она показала, что явно-явно она будет котироваться на главные орловские призы четырех лет. Я думаю, что уже точно не затеряется. Хорошо, давайте посмотрим итоговую таблицу этого заезда. Очень много сильных лошадей в ней участвовали, гастроль на первом месте, жилет интересен нам, пока до конца мы не знаем, загадка, куколка. А почему мы Антона не спросим про куколку? Антон, куколка. Что куколка? Хорошее третье-четвертое место, хотя, честно, очень хорошая сила этих. А что там с допинг-пробой было? Не знаю, вызвали на допинг, сдали допинг-пробу, не знаю, что это нужно, наверное, к Александру Лосеву обратиться. Что-то ему секунды, да? Да нет, почему я приехал 2-9, я имею 2-8-9 рекорд, в принципе, да, Антон в первом гиде, когда он аккуратно по бровочке там проехал, на четвертое место выехал. Мне кажется, после сбоя в предыдущем заезде отлично ездил. Коллеги, давайте ехать дальше. Следующий традиционный приз, который мы хотели с вами посмотреть, это русская зима для орловских лошадей старшего возраста. Довольно-таки сильный состав участников. Относительно, может быть, в какой-то степени мы ожидали, что больше креков мы увидим, вводит принцип, также Санислава Труфанова. Еще две головы принимали участие. Капитал. Вадим Атаманова в воскресенье бежит на ЦМИ, в субботу он бежит на Раменском, Раменском тоже выиграл традиционный приз, а в пятницу есть такая инстанциальная информация, Антон, что его неплохо отмахали. Ну да, говорят, ходят такие слухи по ипподрому, и как бы, ну, он просто уникальный в этой ситуации. Не то, что уникальный, это сильно, типичный орловец, очень сильный. Он спокойно пробежал 1600, приехал в Москву и пробежал еще 2400. То есть, я думаю, вреда для его здоровья не было. Ну, Константин, Марина Воробьева нам же обещала, что капитал в старшем возрасте будет только расцветать. Это мы увидели? Ну да, да, я помню, как мы немножко иронизировали, да, по этому поводу. Мы же долго ждали. Да, долго ждали. Старший возраст пришел, но вот начал оправдывать, оправдывать авансы на него возложенные. Но надо еще прямо сказать, что компания все-таки, наверное, была не самой сильной, самые наши лучшие креки не выступали в этот раз. И, в общем, тут капитал смотрелся одним из фаворитов. А вот такой вопрос. Почему наши лучшие лошади не выступали? Летний сезон, да, он впереди, но, как я уже сказал, мы не знаем, где он будет. А может быть, сейчас, пока есть возможность заработать деньги, чем капиталы занимаются, может быть, их стоит зарабатывать? Или не все владельцы хотят именно заработать деньги, хотят выиграть ценные призы главные? Не все владельцы этого хотят. Во-вторых, очень тяжелый сезон был у всех лошадей, если мы возьмем 4 лет и старшего возраста. Кто-то сейчас ушел в заводы продуцировать, то есть невозможно сидеть на двух, нельзя бегать и тоже идти в завод производителем. Поэтому кто-то выбрал заводскую карьеру, то есть на 2-3 месяца и готовится к сезону, независимо от того, где он был. А это, в данном случае, капитал, это второй эшелон. Крепкий второй эшелон. Но сейчас у него есть возможность заработать денег. Когда выйдут призер, махараджи, все остальные, то манускрипт, если там гейзер, неважно, весь этот костяк, то у капитала уже шансов будет очень мало, давайте скажем откровенно. Если будет там 10-10 голов, то он будет 8-10. То есть с ними он не съедется. А сейчас есть возможность заработать денег, поэтому он бежит в субботу в Раменском, а в воскресенье приезжает в Москву. Ну как раз вот Вениамин Баур, нынешний владелец капитала, я в воскресенье с утра увидел, как раз перед этим призом, который мы сейчас смотрели. Я говорю, только он у нас вчера бежал в Раменском сегодня в Москве. Он говорит, пока есть возможность у этой лошади зарабатывать деньги, надо это делать. Как раз полностью подтверждение твоих слов, Антон. Ну в целом, да, Константин, Антон, я понял, что летом будет тяжело капитал. А как вы считаете, на Раменском, может быть, среди своих лошадей сможет он там конкурировать? Нам обещают, что среди своих там не будет. Там уже будут все московские. Там живем в полной неизвестности. Конючный строй, кто там окажется в Раменском. Ну, конечно, по тем компаниям, которые сейчас, да, отлично он смотрится. Наконец-то он наладил, наладил, наладился. И, значит, мы не видим те неправильные хода, которые у него были раньше. Там что-то такое, какие-то проблемы по дистанции. Сейчас хорошо смотрится. Можно только его похвалить. А давайте посмотрим таблицу как раз. Таблицу приза «Русская зима». Все-таки мне тоже понравился Вадим Атаманов. Здорово проехал. Секунды неплохие, секунды рабочие. Да, мы видим откровенно такой. Состав, кроме говоря, средники, да, не самый сильный. Кстати, А вы в тотализатор не выиграли в этот день? Не помню. наверное, нет. Просто тут такой экспресс-3 надо еще придумать. А такой придумать? Коллеги, давайте ехать дальше в заключение нашей программы. Давайте посмотрим новогодний приз для лошадей старшего возраста. Причем традиционный приз открытый. Принимал участие Госса, принимал участие Шерами. Кто у нас еще? Диокль, очень лошадь, довольно-таки интересный, но все-таки возрастная. Антон, Госса поменяла относительно недавно тренера-наездника. Как она сейчас выглядит? В этом призу очень хорошо выглядит. Вообще в целом? Ну, в целом Госса выглядела все время хорошо. Но она очень непростая была. Она, да, три минуты ехала, дурьми заставляла, но все-таки летом. Она, да, сложная, она скакала через раз. Она скакала сейчас. Зимой я вообще не представляю, как она бегает, если честно, потому что я имел такую возможность. Я ехал на Госсе, и она была полностью раскованная, то есть на все четыре ноги, потому что она там очень плохо проходит, поворот кованая. А как она сейчас бегает в этих, как вот, зимних подковах с шипами, ну, для меня остается загадкой. Ну, в этот день она, кстати, храна отрелась очень хорошо. 2-5, там, последний полкруга приличный, там, в районе минуты две. Вот, кстати, в тот день дорожка была намного тяжелее, чем, допустим, на приз Кулюшова. У меня такое ощущение, когда Илья Исаев сел на эту лошадь, это как будто футбольная команда нового тренера приобрела, то есть какой-то такой свежий импульс появился. Но давайте не будем лукавить, наверняка еще и подлечили, все-таки какое-то время она не выступала. Константин. Шерами, одна из богатейших лошадей старшего возраста при зелых пород в 22-м году. На финише уступает буквально совсем немного самый-самый столб Госсе. Это случайность, или все-таки Шерами нам до этого показывала, что самый-самый столб он в Яде? Все-таки Госса обыграла Шерами и прошлой ездой на 2-400. Нет, все-таки у меня ощущение о Шерами как они не встающие лошади. На самом деле, я не знаю, просто может какая-то нестабильность есть в выступлении Шерами. Ну вот давайте наглядно посмотрим. Он впереди на полкачалке минимума Шерами. То есть Госса ничего сделать не может, не может подъехать, не идиокль тоже с поля. То есть они на том же как бы расстоянии находятся и самый-самый столб, мне кажется, для Ильи и Саева тоже какое-то себе было удивление. Шерами съели, мягко говоря. Ну в общем, да, прям самый столб, обрезала, похоже, Шерами, да. Но хотя, тем не менее, я не помню, но какая-то такая Вульяновский, она же хорошо, по-моему, Шерами. Шерами выиграл Вульяновский, дорогой минуты. Да, выиграл. По тяжелой дорожке, да. И вот впечатление, что эта лошадь не должна вставать, но никоим образом. Значит, видимо, не в полном порядке находится. Давайте посмотрим итоговую таблицу этого заезда. Заезд получился интересным. Дистанция была 1600 метров. Госса 2,5 ровно. Приятный у нас у Дио, второй езжой подряд. Шерами, все-таки я считаю закономерно полголовы или голову сзади. Диоколю, наверное, неплохое третье место, Антон, у Диоколи. Или все-таки мы от него больше ждали? Да нет. Таким выигрышем, может быть? Или все-таки уже он набегавшийся? Ну, во-первых, Воймер, он очень непростой, все это прекрасно знают. А здесь получилось так, что лошадь с его конюшней, он там заехал в фальстарты в спине, в старт большую часть дорожка была его, то есть дорожка была тяжелая, он крупный жеребец, но возраст все-таки, я думаю, что дает о себе знать. Коллеги, мы сегодня обсудили лучших четырехлетних лошадей призов пород. В следующей передаче смотрите про лошадей старшего возраста. Все-таки старики, так называются, это уже бывалые бойцы. Поэтому смотрите нас на Ютубе, ставьте лайки, оставляйте комментарии, иначе передать подход к концу. На этом все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова